Несмотря на свой почетный возраст, Николай Тимофеевич всю работу по дому делает сам. Благо здоровья позволяет, говорит хозяин уютного жилища, а еще и прекрасного сада и огорода. Сливы, груши, виноград, помидоры ветеран Великой Отечественной заботливо осматривает каждый плод. Кроме того, долгожитель освоил середины виноградного дела и на протяжении многих лет делает свое вино. Чтобы содержать такое хозяйство, хорошая физическая форма – необходимые условия. Ее нужно постоянно поддерживать. Как это делать, почетный юбиляр поделился секретом. Я, если выпью 100 грамм или 50 грамм вина своего, оно даже помогает для жизни, для здоровья. Я чувствую, мне никогда желудок не болит. Когда человек двигается, когда человек работает, и потому не застаивается, понимаете, не застаивается. Кровь все время движется нормально, не застаивается. Николай Жменько, бывший разведчик, в годы Великой Отечественной был дважды контужен и ранен. На его мундире много заслуженных орденов и медалей. Именинник с богатой биографией пережил лихолетие Второй мировой, послевоенную разруху, восстановление городов и сел, а также распад Советского Союза. И надо сказать, что очевидец многих знаковых событий, все эти испытания прошел достойно. Главное – не отчаиваться, уверенно говорит Николай Тимофеевич. Не поддаваться дурным настроениям, понимаете, абсолютно плохим настроениям не поддаваться. И быть завсегда уверенным, что ты сам себя будешь держать в таком состоянии, что будешь все время в хорошем настроении. Сегодня ветеранская организация Ленинского РУВД города Бреста насчитывает более 100 человек. Мероприятие с участием ветеранов – постоянная практика сотрудников ведомства. Они убеждены, помощь и общение с живыми источниками военного лихолетия – важный момент для коллектива, в первую очередь для молодых милиционеров. Стараемся нашу совместную работу насытить всякими мероприятиями. Одно из них сегодня. Мы поздравили человека, сказали им теплые слова. Очень популярное мероприятие – приглашение ветеранов в коллектив во время проведения офицерских собраний, которые сегодня практически каждый месяц мы проводим в офицерское собрание той иной тематики. И ветераны, и частые гости. Их рассказы, их экскурс в прошлое, как они служили, как в данном случае Николай Тимофеевич прошел еще и войну. И эти гранические подвиги – это дорогого стоит. И на этом мы строим наше воспитание, в первую очередь воспитание молодого поколения. Николай Тимофеевич Жменько – достойный пример мужества как в военное, так и в мирное время. А секрет долголетия оказался прост – вечное движение, постоянный труд и общение с молодыми людьми. Продолжение следует...